приветствую вас друзья мои и гости канала вы на канале антонина абрамкин сегодня у нас второй прогноз на июнь 2021 года для знака зодиака девы кто не подписан на мой канал подписывайтесь заходите в плейлисты смотрите наши путешествия буду рада всем новым друзьям и вначале я всегда рассказываю о важных моментах месяца на которые следует обратить внимание планеты это навигатор они нам подсказывают в каком направлении двигаться а ваше уже дело выбирать или не выбирать или оставить все как прежде и как день сурка крутится в одних и тех же событиях так вот июнь месяц он как бы мы в коридоре затмений до 10 июня но мы там уже оказались с 11 и мая и до 10 июня двигаясь по коридору затмений жизнь нам определенные события диктует вокруг каких событий мы крутимся где надо доработать но с 30 мая ваш планета покровитель меркурий уходит в ретроградные движения как же тут там выбрать как же нам здесь правильно выбрать то коридор затмение делает подсказки но in to i интуиция она никогда не обманывает интуиция это наши наставники которые говорят вот она если для нас открыт путь то у нас вот душа нараспашку но если что-то неправильно мы делаем то внутри сжимается вот это и есть подсказка светил который нам подсказывает к в каком направлении двигаться и но цели и желания у нас у всех разные поэтому конечно и возраст у всех разный я говорю о интерпретации когда вы видите карта таро у вас идет своя подсказка вам идет уже подсказка в соответствии с вашими событиями а вот я об этом и думал как раз но так вот а с 13 мая меркурий ваша планета покровитель оказался соединение с узлом будущее в знаке близнецы там же было и и луна и венера вот представляете луна женская планета венера женская планета и вот это соединение оно нас всех уже показал какую-то картинку что и где через событие где и что над чем надо нам двигаться если вы говорили про путешествие значит путешествие если переезд значит про переезд если учеба ребенка вот то есть о чем вы говорили в этот момент и до 10 июня будете обсуждать вот вокруг этих событий вы будете и крутиться и здесь нептун в соединении с белой луной а это белый ангел он нам помогает про сделать правильный выбор и здесь же солнце соединилась с черной луной это лилит это материальные вопросы и соединилась она с плутоном а плутон это мистика плутон в козероге это сатурн то есть это и работа и деньги вот здесь очень внимательно то есть лучше важные вопросы отложить конечно но все-таки генератором июня станет солнечное затмение который новолуния который произойдет 10 июня вот здесь чтобы не наделать то что нам не ясно пока доверьтесь потоку событий и вокруг которые вас жизнь крутит и заставляет обращать внимание пока не уяснится картинка видение что и как делать дальше куда двигаться солнце это ясность и вот это пока ясность не произойдет она может произойти 21 июня когда каждый год состоится летний солнцестояние это сильный магический день сильный энергетический поток как из рога изобилия прольется на каждого мощная энергия золотая энергия как мы говорим и этот мистический день нельзя упустить как это оно произойдет в знаке скорпион скорпионы это все-таки плутон власть и одиннадцатый двенадцатый лунные сутки это дни вербальной магии это тогда когда заговор афирмации молитва а когда мы молимся или молиться то у нас прям мой контакт канал с белым ангелом происходит вот здесь нужно просить как бы можно даже как привлечь свою жизнь деньги то есть монетизируйте свои хобби они начнут приносить вам доход в общем нужно озвучить словом так как день вербальной магии но и это солнцестояние оно произойдет в знаке рак все-таки уже и венера на тот момент ой 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 да будет в раке до двадцать седьмого июня и здесь рак это у нас семейный знак и здесь больше будет внимание на взаимоотношения отношения так как семья где-то если не было семьи встречи знакомство произойдет скажем да и все-таки для вас девы это десятый дом а десятый дом это карьера и вот так выглядит звездное небо как ну вообще девы моя хата с края ничего не знаю да вот все кипит вот события у всех знаков зодиака а девы они под парусом стоят если вот так развернуть картинку да и паруса все ветром дует и несут их все-таки десятый дом единственное вот меркурия ретроградная в июне но звезды советуют до восьмого июня отодвинуть вообще лидерские качества девам из-за ретроградного меркурия значит начинание никаких перспектив и результатов не дадут пока меркурий не развернется он развернется 22 июня только и лишь в конце месяца когда плутон придаст вам огромные силы огромные энергии и это на день летнего солнцестояния да мистические дни с 21 по 30 июня будете под защитой плутона но здесь магии держись и ваше хобби ваше увлечение могут превратиться в вашу любимую работу но все равно не спешите до 21 июня девы вы на алтарь своей жизни выкладываете всю себя с полной отдачи а отпуск вам не пора я вот думаю пора на море например а вы это как никто другой заслуживаете и оторвитесь по полной программе да я именно так и сделаю у семейных пар намечаются перемены к лучшему планы реализуются займутся благоустройством жилья приобретением мебели и начнут планировать совместный отдых ближе к концу июня а свободные девы судьбоносные встречи вас ждут с 21 числа когда плутон начнет вас вас оберегать и после летнего солнцестояния вас ожидает финансовые и фантастические события и удивительные романтические встречи любовные встречи да в деловой сфере доверьтесь естественному ходу событий хоть и десятый дом карьеры но меркурий гаденыш ретроградный возможно предложат повышение ну рассмотрим это позже деньги будут приходить и приобретение будут наслаждаться будет чем радостных моментах тоже будет много материальные выгоды и доходы тоже порадуют вас принимайте дары жизни и засияйте еще ярче всеми красками радуги вот люблю вас а в путешествие можно не только в конце месяца можно и если с 21 по 30 будете под покровительством плутона с 8 по 19 вам будет покровительствовать Венера дорогие мои девы вот то есть выбирайте ну и первые колоды у нас посмотрим золотой таро какие карты совет от карт получим пятерка кубков ну это говорит о том вот что вы много работаете слишком король чаш тоже перевернуты и здесь здесь карта повешены ну одна лучше другой что здесь нужно вам сказать это как раз нужно сказать то что девы не все еще как отработано все таки эта карта перевернута вышла это значит можно наладить отношения то есть если вы хотели закончить какие-то отношения или какие-то дела вот как раз здесь конфликтной ситуации вот до восьмого июня никаких судьбоносных решений не принимать из-за этого ретроградного меркурий вот как эта карта повешенной это карта студента да она вот здесь как раз и говорит о том что провокации планет которые вас заставляют переживать как бы переживать за партнера может быть здесь может быть и ревность какая-то появится да перестаньте ревновать все это провокации меркурий как только меркурия развернется или там уже как я сказала венера начнет вам помогать уже с так уже запуталась так 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 в общем с посмотрите потеряла где венера с какого числа она у нас с 21 по 30 плутон помогает в общем из середины месяца 8 по 19 число вот там уже начнет помогать венера вот здесь в начале месяца перестаньте ревновать и критиковать и придираться с к своему партнеру но это не важно хоть то это на работе то есть будьте более сдержанными и не высказывайте свои мысли слух потому что вот это плохую погоду сыграет в вашей жизни то есть лучше простить и пока или дать второй шанс я не думаю что таких десятом доме вот такие карты но это все из-за меркурий колесо года вот сейчас посмотрим какие карты выпадут карта ангела умеренность ну вот то есть вы сдержитесь от выяснения отношений потом все будет замечательно путешествие деньги доход вот это уже ближе к десятому дому путешествие ой ну какая колода замечательная колесо года и вот здесь если это первая колода она говорит о том что воздержитесь но это подсказка она тоже как полезно и все это из-за меркурия чтобы не наделать ошибок а потом вознаграждение ваш белый ангел уже готовит новые события видите выливает из кувшина как что-то старое но что-то и из старого тоже нам полезно но так или иначе это исполнение желания это белый ангел который говорит финансы неожиданный доход это как раз вот то что сотворит плутон и здесь неожиданные перспективы солнце это подсолнух это деньги это солнце это радость и это путешествие здесь может быть супруга вас порадует или супруга то есть доходами неожиданными доходами либо это выгодное предложение от спонсора либо это ваш бизнес начнет процветать когда солнце в десятом доме независимо от того что меркурия ретроградный это все равно хороших моментов будет много если ретроградный меркурий например помогает если не продавалось оно может продаться то что вы хотели продать свои услуги например дачу или там дом квартиру и приобретение чего-то нового что позволит увеличить доходы и отправиться в путешествие но все же это движение с приятными событиями и ретроградный меркурий вот как раз продвигает дела которые затормозились и вы здесь радуетесь то что оно не получалось начинает получаться например старые клиенты вспомнят про вас про вашу продукцию и они начнут к вам востребованность ваших услуг например да но это бесконечно можно перечислять то с чем вы над чем работали оно начнет переносить доход и вот это меркурий например что-то там новое ведете или обновите ваш салон или еще что-то или автомобиль продастся который не продавался и здесь покупка нового автомобиля будет но все-таки новый автомобиль покупать с 21 июня вот старый продавать можно но здесь в любом случае это хорошие перемены с материальными потому что здесь вы как радуетесь материальным выгодным предложением это спонсорское предложение это может быть как партнерские какие-то соглашения которые либо это командировка либо это на новую работу куда-то уедете то есть это новые события которые вам приготовил ангел о которых вы может быть даже еще и не знаете но они будут очень перспективными и вы действительно в конце месяца отправить путешествие может быть на море отдыхать в кругу семьи то о чем вы мечтали либо это крупное приобретение тоже которое вас порадует поэтому не переживайте в начале месяца то что не будет получаться и не критикуйте партнера потому что здесь с партнером будете выяснять отношения вот и это тоже делать не надо здесь дальше таро волшебников какие карты выпадут карта звезда это исполнение желания посмотрите просто замечательная радуга тройка жезлов это вот то что волшебным образом произойдет ну конечно там плутон будет помогать и отшельник если здесь как картово отшельника выходит то это новая программа карта звезда делает все таки коридор затмений как я сказала до 10 июня и видимо какая-то новая программа запускается видите она здесь энергия неба и солнца а это на момент летнего солнцестояния действительно энергия неба и солнца соединяется день равен ночи да и это произойдет одиннадцатый двенадцатый лунный сутки день вербальной магии когда заговоры аффирмации молитвы когда мы молитвы произносим это как раз контакт с ангелом и вот здесь как раз и об этом и говорит карта звезда то о чем вы просили то чего вы вымаливали оно волшебным образом начнет исполняться я только на море хочу сейчас только на море и чтобы вот и эта карта отшельник это когда выходит карта отшельник то это новый путь это новый программ если вы были до сегодняшнего дня одинокими обязательно отправляйте путешествие потому что там именно будет вот это судьбоносная встреча это знакомство и плутон вот это это бог подземного царства он вас поддержит и это и деньги и романтические встречи это вот в общем страсти будут вас переполнять и это интимные страсти в общем вот это обратите внимание это карта движения это карта действий это в любом случае что-то чтобы изменилось в нашей жизни надо продвинуться куда-то и судьба подскажет куда вам продвинуться и здесь это неожиданным образом произойдет но все-таки я предпочитаю как в соответствии с движением планет и все-таки я конечно отправлюсь в путешествие не с 8 по 12 по 19 когда венера покровительство а все-таки я поеду после солнцестояния тогда когда плутон будет поддерживать вот здесь вот это будет просто шик блеск это будет как сказать ну шикарно в общем и я не просто это помечаю потому что я тоже делаю и всегда получается именно так как звезды расположены уж в путешествие я обязательно поеду тогда когда планета благоприятная когда меркурий развернется в прямое движение когда ясность поступит и мы наполнены будем золотой энергией и в общем тогда когда сказочно будет все воплощаться дорогие девы люблю вас обнимаю и до новых встреч и до новых видео пока до новых встреч пока до новых встреч до новых встреч